Всем привет, дорогие друзья, с вами Дишекер, и сегодня на повестке дня у нас совершенно новый, да жуйте пугающий айсберг по моей любимой хоррор-франшизе Five Nights at Freddy's. Лично я нашел его на одном форуме в Даркнете и предлагаю пройтись по каждому его закоулкам, ведь оказался он достаточно любопытным. Многие из этих фактов могут показаться вам шуточными или несерьезными, и верить им или нет, ваш выбор. Могу сказать только то, что я ручаюсь за найденную мной информацию по каждому из пунктов. Давайте же начнем. Верхушка айсберга Трояны во ФНАФе Совсем недавно пользователи сети обнаружили причину, по которой производительность ФНАФ Секьюрити Бридж была столь низкой. В Е-код была вшита программа, ворующая данные пользователей и номера их банковских карт. Разработчики назвали это случайной ошибкой и исправили ее в апрельском патче. Трояны также были найдены в некоторых предыдущих частях, особенно в пиратских версиях. Аниматроник Летучая Мышь Я думаю, всем известен факт о том, что на ранних стадиях разработки ФНАФ Пиццерии Симулейтор, Скотт Коутон планировал добавить в игру аниматроника в виде тучной такой летучей мыши, да. На многочисленных интервью он многократно признавался в своей любви к этим животным, и он считает их в какой-то степени милыми. Типичный Скотт. Сюжет ФНАФа о семье Коутонов. Достаточно популярная некогда теория, согласно которой Скотт создал вселенную игры на основе своих домочадцев. У него есть сын, дочь, а также скоро родится еще один сын. Из-за беременности его жены Скотт в очередной раз хотел покинуть геймдев, между прочим. Так что можно заявлять, что так он хотел увековечить свой образ в игроиндустрии. ФНАФ и Поппи Плейтайм находятся в одной вселенной. Достаточно растиражированная западными ютуберами теория, в обеих вселенных имеют место быть ожившие куклы, души детей, и та же детская направленность непосредственных мест события. В новых своих проектах разработчики делают очень открытые пасхальные референсы в сторону друг друга, придавая этой теории вес. ФНАФ Файл Смерти. Загадочный видеоролик из Даркнета, демонстрирующий фиолетового человека после смерти без костюма Спрингтрапа. За его основу использована фото трупа Хуана Педро, изувеченного в 2016 году местным картелем. При этом окружение пиццерии вокруг выполнено очень детально, будто снято с реально существующих декораций. Водная гладь. Майкл Афтон это Майкл Джексон. Очень непопулярная в странах СНГ теория. Известный всем нам фиолетовый человек, выгнанный с каждого места своей работы за невыносимый запах и в целом являющийся живым трупом, может являться отсылкой на короля поп-музыки. Подкрепляет эту теорию не только внешняя схожая СНГ с трупом, искренняя любовь Скотта к песням Джексона, но и многочисленные связи Майкла с детьми по ходу сюжета. Той Чика с экс-кукла. Во времена выхода ФНАФ 2 многие не понимали практического применения снимающегося клюва Той Чики. Когда вышел ФНАФ AR и стало возможным разглядеть эндоскелет каждого аниматроника, практически раздеть его. Фанаты углядели в её устройстве различные резиновые приблуды, или сами понимаете чего. Тогда в Твиттере разгорелся скандал, в результате чего Скотт извинился перед аудиторией, и вскоре игра была пропатчена. Весь соответствующий контент оказался удалён. В сети до сих пор можно найти скрины предыдущих версий ФНАФ и ИР. Показывать их по понятным причинам я не буду. Сразу же вспоминается случай в небезызвестной мобильной игре RAID SHADOW LEGENDS, где у персонажей Валькирии можно было разглядеть натурально смоделированную промежность. Пятеро убитых детей, отсылка на Библию. Согласно старым изданиям Ветхого Завета, переводу Якова Бурова, пятеро апостолов Иисуса были казнены вслед за своим учителем. Их бессмертные души переродились в животных, медведя, лису, кролика и петуха, которые боролись за похищенные Иудой кольца Иисуса. Расколу внутри Диаспоры Христа посвящен новый сериал «Кольца власти» от Netflix. Суицид Дети-32 Дети-32 – артер Стамблера, который удалил свою страницу под прессингом SJW-активистов. Виной тому послужил рисунок, где тот нарисовал Чику из ФНАФ-1 худой, хотя большая часть комьюнити традиционно изображает её достаточно полновесной персоной. Участники анонимного форума вскоре опубликовали новостную сводку из его родного штата Огайо с новостью о его скоропостижной кончине. Создатель Роксаны Вульф – Зоофил. Как известно, Скотт почти не работал лично над ФНАФ Security Breach. Арт-дизайном аниматроников занимались внутренние силы Steel Wool Studios, один из которых, Винсент Джис, под ником VJ Link, оказался частью зоофильского лобби ютубера Киру Зе Вульф. Инцидент с ним хорошо разобрал Алекс Кокос, углубляться не буду. Дно айсберга Визитинг Фазберс от Зе Даниэру – игра в жанре хоррора от первого лица, вдохновленная творениями Паппет Комбо. Создана она на вид в целом, будто желая не привлекать жалобы на авторское право с малозаметными изменениями в дизайне и имена главных героев. Но Скотт всё равно заметил данную игру, и лично протянул разработчику руку помощи, судя по патреону Зо Даниэру, помогая ему Скоттом и моделями. Фредди во ФНАФ 1 – фиолетовый человек в костюме. Теория достаточно проработана личным Эдпетом и активно форсируется им же. Как нам известно, телефонный парень вполне себе может оказаться фиолетовым человеком. Запомним этот факт, ведь к пятой ночи вместо звонка мы получаем лишь роботизированные помехи, и Фонгай, по всей видимости, умер на предыдущей смене. Но смерть, очевидно, была симулирована, ведь тот оказывается живым на момент третьей части, которая хронологически была самой последней к моменту её выхода. Скорее всего, Майкл охотился за ним, и он решил поместить себя в костюм Фредди. А как нам известно, у него к пятой ночи стоит самый высокий интеллект в настройках ИИ. И более того, именно Медведь ведёт себя наиболее разумно из всего квартета на протяжении всей игры. Только он в первой части умеет снимать свои глаза, показывая нам свои белые зрачки из темноты. А кого ещё традиционно изображают с белыми зрачками в комьюнити ФНАФа? Всё верно. Шум во ФНАФ Систер Локейшн. Если задержаться в вентиляции между уровнями на 10 или более минут, можно будет услышать странный замедленный глухой гул. Аноним с Реддита записал его и ускорил в несколько раз. Результат оказался записью неизвестного происхождения. В ней человек, похожий голосом на телефонного парня и, возможно, являющийся им, признаётся в военных преступлениях в Косово. Является ли эта запись каноном, доподлинно неизвестно. Вильям Афтон, Почитатель Кришны Как нам известно из книги Сильвер Айс, убийства детей Вильямом были проведены в качестве экспериментов на сущность души. Многие теоретики улавливали их параллели с учением Мхактивиданта, Свами Прабхупада, Ачарь и основателя Международного общества признания Кришны. Его работы были посвящены как раз удержанию души в подвижных человекоподобных телах. Очень притянуто за уши, как по мне, но имеет место быть. Религиозность и начитанность Скотта ставить под сомнение не приходится. ФНАФ ВХС Канон Скотт не прилагал к нему руку, и это заявление, скорее всего, шуточно. Пускай такое предположение и может являться правдой. Тёмные воды Тверкающий Фредди в файлах игры Несколько хакеров, рывшихся в файлах ФНАФ Секьюрити Бридж, заявляли о найденной имени гифки, тверкающей во Фредди. Скорее всего, оно оставлено разработчиками как шутка. Более того, её можно заспавнить в игре через консоль, как 3D-модель. Фиолетовый человек питался своим семенем Весьма спорный пункт, но если вдуматься, звучащий достаточно логично. После заточения в костюм Спрингтрапа, тот продолжал жить с ужасными травами по всему телу. Умер он именно от голода, но, как известно, продолжал жить ещё несколько недель после освобождения душ детей. Всё благодаря вышеописанному факту. Очень известны случаи того, как люди выживали, питаясь своей спермой. Можете сами зауглить случай француза Балла Матье. Тем более, на Спрайте Спрингтрапа были найдены странные белые следы. Когда люди в Твиттере начали спрашивать Скотта по поводу правдивости этой теории, тот полностью её подтвердил, что добавляют миру ФНАФы жестокой реалистичности. Израиль – нелегитимное государство. Достаточно популярная среди западных фанатов теория, согласно которой Израиль – нелегитимное оккупанское государство, образованное на территории палестинских арабов древними израильтянами. Я не знаю, что этот пункт делает в айсберге, но я его не одобряю. Массовая стрельба в Steel Wool Studios Многие не выкупают причину, по которой новую часть такой великой серии доверили разрабатывать неизвестным новичкам в игры индустрии, не имеющим за собой никакого опыта. На самом же деле, они являются выжившими выходцами из Frictional Games, которая подарила миру пенумбру и амнезию. Так как последняя часть амнезии вышла коммерческим провалом и так медленно загнивающей компанией, один из ее работников, Эндрю Виндингс, пришел в студию Frictional Games и устроил, как это сейчас называют, масс-шутинг. Инцидент широко освещался в начале 21-го года, но вскоре просто выпал из информационной повестки. Скотт Бисексуал Данные датируются 2008 годом, когда у Скотта Коутона был блог на LiveJournal. Там он под ником Scott Games ввел обычный дневник своей повседневности, попутно упоминая свои игры, а также своего любовника, некого Дэйва. И именно оттуда взято данное фото. Позже жена Скотта обнаружила его блог, и тот был в скором времени удален, а затем переделан в ныне известный сайт scottgames.com. Фредди обосрал свой костюм. Совсем нешуточная и достаточно известная на западе теория, поскольку мертвые тела имеют свойство опорзняться спустя пару минут после своей гибели. Неудивительно, почему многие посетители Фредди Фазберс Пиццерии жаловались на сильную воню от аниматроников. Бездна. ФНАФ, ебучее бессюжетное говно старого маразматика. Согласен с данной популярной на западе теорией. Лучше идите и посмотрите мои другие видосы, и не ебите себе мозги этими фрудисами и хаги-ваги. Особенно рекомендую последний. Там тоже всякая стрёмная хуета, вам понравится. Я ненавижу ни...